День профессионального алкоголика Если вы меня решили ими закидать за упоминание этих странных праздников Но я решила сделать акцент на таких праздниках не для пополнения рядов виновников торжества А на пропаганде ЗОЖ – здорового образа жизни Есть такая рубрика в старых газетах, в данном случае от 1994 года Под названием «Служба семьи» и в ней люди упоминают о вредных привычках Высокий интеллигентный иркутянин, 68 лет, военный пенсионер Познакомится с иркутянкой, жильем не располагает, не курящий Забавно Написал так, как будто тот факт, что он не курит, должен компенсировать отсутствие жилплощади Ну а что, имеет место быть такое описание себя для поиска половинки Читаем дальше Симпатичная блондинка, 48 лет, иркутянка, обеспеченная жильем Ищет верного друга, умеренного в употреблении спиртного Чувствуете? Пазл сошелся Мужчина без жилья, а тут дама с квадратными метрами Ну да ладно с этой недвижимостью Заметили, что женщины не отрицают употребление алкоголя у своего спутника жизни Ох уж эти предпочтения А вообще абонентов службы знакомств было много И хватало разных интересных людей Кто-то искал себе исключительно мужа шофера Вторые жили на попечении родителей и искали спонсоров Третьи же ссылались на гороскоп Подавайте мне только стрельцов Ну и раз уж мы с вами обратились к газетам и их рубрикам Есть в газете от 71 года рубрика Спрашивайте, отвечаем С какими областями и городами Иркутская область поддерживает дружеские отношения? Где в нашей стране есть институты кинематографии и театрального искусства? Принимают ли девушек в мореходное училище? Где в Иркутске мастерская по ремонту моторов мопеда Рига? Ну согласитесь, похоже на запросы в интернете Правда в таком случае не спросишь что-то личное И ответа будешь дать не один день Но зато на форумах всякой ерунды не начитаешься, как происходит в наше время Цените достижения современного века и не вздумайте отмечать сегодняшние праздники Будьте здоровы и увидимся!